Рассмотрение последовательных интерфейсов. И следующий интерфейс, который мы рассмотрим, блок модуль, это модуль последовательного обмена SPI. Спасибо. Спасибо. Последовательный периферийный интерфейс. Спасибо. 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 Этот интерфейс является синхронным, поэтому состоит из трех линий. По одной идут данные, по второй идут синхронимпульсы. Третий земляной общий. Понятно, да? Данные идут синхронимпульсы с заданным периодом и земля. Вот они здесь. Как работает? Хорошо. 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 Спасибо. 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 Вот здесь это нарисовано. Это мастер, это ведомый или slave по-английски, федератор синхроимпульсов, вот эти вот, линия синхроимпульсов, Вот это линия данных, вот это, и земля здесь не показана. Значит, начинаем работу. Первая единица приходит, первый синхроинтус. Вот он, первый так. Итак, эта единица выдвигается наружу, здесь ноль получается. Первый так единица, вот эта пришла сюда. Второй так. Эта единица пошла сюда, этот ноль выдвигается сюда. Третий так, третий так, третий единица пошла сюда, этот ноль пришел сюда. Восемь тактов, все поменялось. Очень просто. Происходит сразу, одновременно и передача, и прием. Выдвижение, вот это, происходит под действием синхроимпульса. Синхроимпульса. Что означает, вот это, клок, сериал клок, синхроимпульсы. Они работают по одной линии и на сдвиговый регистр слейва, и на сдвиговый регистр датчиков. Генератор синхроимпульса только у мастера. У слейва нет генератора. От одного генератора идут синхроимпульсы на оба. Сдвиговый регистр. Дальше. Что такое сигналы? Master, output, slave, input. Master, output, slave, input. Master, input, slave, output. Master, input, slave, output. Но, можно подключить к SPI одним мастером. С одного мастера можно подключить несколько слоев. Как выбирает мастер слейв, с которым он будет работать? Для этого есть у слейва специальный вот такой сигнал. Называется SS. Слейв, слейк. Выбор, слейва. По-русски выбор ведомого. Значит, что означает вот это? Музыка. 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 Это означает, что если мы вот сюда подадим 0, то работать с мастером будет вот этот слейф. Если здесь единица, здесь единица, они не работают. Работает только один слейф, у которого 0. Поэтому вот это активный сигнал нулевой. Понятно, да? Понятно. Каким такое соединение? Работать нужно только мастер-слейф. Один мастер, один слейф. Несколько слейфов работать не могут сразу. Только один мастер. Поэтому для того, чтобы задать этот 0, надо, чтобы у мастера было N выводов на каждый из слейфов. Поэтому выбор осуществляется вот таким аппаратным путем. Здесь адрес не нужен передавать. Не нужно. Передается аппаратным путем с сигналом 0. Выбирается. Захотел мастер работать со слейфом 1, подал сюда 0. Захотел работать с этим, подал сюда 0, в остальные единицы. Так осуществляется выбор слейфов всегда. Но есть второй способ, когда слейфы соединены на один единственный провод. 0 подается. Если я хочу вот сюда передать, то я буду передавать не 8 раз, как здесь. 8 раз, а чтобы во второй передать, надо во второй, первой, надо 8 сдвигов сделать. Чтобы во второй передать, здесь нули. Первой передать, надо 8 сдвигов. Вот эти вот, 8 сдвигов. Если во второй, смотри, то надо уже 16 сдвигов. Тогда мы попадем во второй. Если в третий, 24. И так далее. Плюс 8 каждый раз. Чтобы сюда подать, 8. Чтобы сюда передать. Сюда 8, сюда 16, следующее 24, так плюс 8, пока не передадим полностью. Понятно, да? Понятно. Тогда нужно всего один вывод. Не N выводов, а один вывод. Поэтому, как удобно, так и делают. Но чаще всего делают вот так. Это основное, главное соединение. Это, если нужно. Диаграмма работает. Это синхроимпульсы. Вот эти вот синхроимпульсы. Это данные. Смотрите, получается, можно по синхроимпульсу делать положительные. А можно отрицательные. А можно отрицательные. Отрицательные. А это сдвиг. Следующий. Шифт. Можно осуществлять вот так, а можно наоборот. Получается у нас четыре варианта. Положительный сдвиг по первому. Положительный. Положительный и отрицательный. Вот так. Отрицательный и вот так. А можно положительный и вот это сместить сюда. Вот он. А выборку осуществлять по заднему фронту. Передний фронт, задний фронт. Получается четыре варианта. Раз, два, три, четыре. Четыре режима. Моя лея. Три. Берем. Я лея лея. Поскольку он не сделал. Отрицательный и вот так. Продолжение следует. Три. 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 С пол это вот этот вот, фаза это вот это, с пол это вот это, фаза вот это, режимы два. Продолжение следует... Два первых режима основные, два вторых режима используются редко. Вот эти два, самые главные, эти нет. Следующий модуль. Модуль аналога цифрового преобразователя. 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 Аналог диджитал конверта. А, Ц, П, А, Д, С. Аббревиатура по-русски, по-английски. Для чего служит преобразователь? С датчиков могут... Аналоговые сигналы присутствуют во многих приложениях. Используются аналоговые сигналы, которые представляют из себя аналоговые напряжения или токи. Например, если мы хотим измерить температуру, то она меняется плавно, аналогово. А микроконтроллер не понимает таких сигналов. Его нужно преобразовать... Его нужно преобразовать для использования внутри микроконтроллеров. Как это делается? Продолжение следует... Первый уровень делится... Опорное напряжение задается, максимальное напряжение делится на 0. Если количество разрядов задано, то здесь вот этих вот разрядов будет 2, максимальное число 2 в степени n. Поэтому мы делим весь диапазон на 2 в степени n. Для 8 разрядов это 256, для 9 разрядов это 512, для 10 разрядов это 1024. 4. Это число уровней. Значит, запись вот эта единица заносится сюда, как единица. Если вот это значение доносится вот этого напряжения, оно соответствует уже двойке 2 в степени n. Второе, третье значение будет 2 в степени n. И так постепенно добавляем, пока все не заполнится единицами. Значит, для 8 разрядов это все единицы 256. Для 9 это 512, для 10 это 1024. Значит, это опорное напряжение. Чем точнее опорное напряжение, то есть если оно точное, то и цена одного разряда будет точной. Поэтому вот таким вот образом осуществляется преобразование аналогового сигнала в цифровой вход. Понятно, да? Значит, теперь, где сам аналоговый цифровой преобразователь в структуре? Вот он. Где задается вот это опорное напряжение? Либо внутренний источник опорного напряжения. Какая? Другое, в том числе. Какая? Да. И он источник опорного напряжения. Он выдает вот это вот напряжение. Источник опорного напряжения может быть внутренний, а может быть наружный. Вот сюда подключается источник опорного напряжения, то есть микроконтроллер. И сюда подключается источник опорного напряжения. Внешне. Может быть внутренний, а может быть внешний. Как переключается? С помощью регистра специальных пунктов. В регистре управления есть специальный разряд, который выбирает либо внешний, либо внутренний. Исключить опорное напряжение. Аналого цифровой преобразователь производит преобразование. Если у нас задано какое-то напряжение, то преобразование производится таким образом. Делится пополам. И за какое-то время деление пополам происходит полное заполнение вот этого регистра. Вначале весь диапазон делим. Нам нужно измерить вот это напряжение. Поэтому вначале делим пополам. Определяем, где находится эта точка. Вот здесь. Поэтому это отбрасываем в верхнюю половину. Делим это пополам. Где находится это, отбрасываем. Остается вот эта величина. Еще раз делим пополам. Где находится. И так до тех пор, пока не достигнем вот этой точности. Пополам делим всегда на два. Делим на два. И постепенно приближаемся к нужному значению. И здесь заполняем регистр. Таких делений может быть много. Вот этих вот делений. Время преобразования. Продолжение следует... Продолжение следует... Это N умноженное на такт За сколько раз мы это делаем Поэтому такты задаются генератором синхроимпульсов Может два варианта быть Отдельный генератор синхроимпульсов Либо используется тактовый генератор микроконтроллера Самый главный Либо то, либо то Как выбор производится? Задается коэффициент деления Источник синхронизации Единица сюда, ноль сюда Вот таким вот переключается В регистре управления АЦП Очень просто задается Поэтому преобразование напряжения в код Не сразу, не мгновенно происходит А за какое-то время Это время равно Разрядности преобразования Умножить на такт вот этого генератора Генератор синхроимпульсов Выдает вот такие вот импульсы Н умножить на Т Дальше Когда мы полностью заполним Весь регистр выходной Аналога цифрового преобразователя Все, преобразование закончено То есть вот это вот все проделали Записали полный регистр Который соответствует входному напряжению Надо сказать о том, что все закончилось Это делается вот с помощью флага Запрос к этот флаг Прерывание по аналогу цифровому преобразователю Говорить Что все Можно из выходных регистров Брать преобразованное значение Вот это Это вот это У нас Н Восьмиразрядный микроконтроллер Поэтому Может состоять вот этот регистр У него Н задается разным Может быть Если восемь То один Если девять То При этом используется Это 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 Буквки Здесь Используется Весь А вот здесь Только один разряд Для десяти Это будет Десять А здесь два разряда Восемь плюс два Десять Восемь плюс один Девять Восемь это восемь Понятно Поэтому Вот это Для того Чтобы увеличить Разрядность Значит Дальше Флаг говорит о том Что все Вот это вот Закончилось Преобразование Все заполнилось Можно считывать Поэтому Когда все Закончилось Здесь Единица Отсюда Можно брать Значение Если ноль Брать нельзя Еще Неправильное Значение В этих регистрах Неправильное Поэтому Нужно ждать Пока не закончится Разрешение По этому событию Может возникнуть Прерывание Разрешить Его можно Подачи Единицы В соответствующий Разряд Регистра Управления ЦП То есть Единицу Подали У нас Разрешено Прерывание Ноль Запрещено Дальше Можно Преобразовывать Дальше Продолжение следует Продолжение следует Однократное Однократное Может быть Циклическое Однократное Подали напряжение На ЦП Преобразовали его И все Закончили Циклическое Подали напряжение Преобразовали Как только закончилось Следующее Считываем И Так все время В цикле И Преобразовываем Это Циклическое Преобразование Цикл По кругу Многократно Здесь Однократное Все время Преобразовываем Дальше 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 Преобразование Цикли микроконтроллер вставляет АЦБ но АЦП это дорогая вещь поэтому если мы будем один использовать вывод микроконтроллера измерять одного напряжения это дорого поэтому надо много измерять как сделать для этого делают вот такую вещь ставят вот такое такое устройство которое позволяет переключать вход вот это устройство называется ну мультиплексор в не Продолжение следует...